Привет, друзья! Снова рад приветствовать вас на своем канале и мы продолжаем записывать некие зимние видео на разные темы. И сегодня у меня в гостях человек, которого подписчики моего канала наверняка уже знают, Дмитрий Сиваткин. Дима, привет! Не так давно мы с Димой рассуждали насчет цвета воблера, а теперь в этот... Сегодня решили поговорить, собственно, о самих воблерах. Сегодня, как вы поняли из названия, тема нашего разговора это воблеры компании СМИД. Почему мы выбрали с Димой, ну вот решили яснять именно про СМИДы. Я, просматривая множество контента на Ютьюбе, видел, что куча всякой информации о Депси, куча информации о Шакалах, о Мегабасах, куча информации о Лаки Крафтах. А вот о СМИДах как-то проскакивает то там, то сям, хотя марка достаточно известная, воблер нехорошая. Последней каплей стало видео Костя Андропова. Костя, привет, если смотришь, когда он заказал себе несколько воблеров, среди них был джип в СП-110 и еще что-то там. И вот он тоже обмелся. Да, в принципе, воблеры хорошие, но как бы не очень известные. И вот решили мы как бы восполнить этот пробел. Сразу скажу, что компания СМИД нам ничего не платила за этот ролик. У меня на канале, как вы знаете, все по-честному. Ни с кем не сотрудничаю. Просто когда-то с Димой, там года 2-3 назад, мы были, если так можно сказать, простаферной компании СМИД в Нижегородской области. То есть, СМИД нам присылал... Ди СМИД, официальный представитель СМИД в России, торговый дом Соколовых, предоставил ряд приманок. С Соколовым никак не отношений имеет. Татьяна Соколова, руководитель до торгового дома Соколовых в России, которая, собственно, продвигает продукцию СМИД в нашей стране. И вот, собственно, мы с ней сотрудничали, тестировали много разных приманок, писали отчет. В общем, вели такую простаферскую деятельность в интернете. Поэтому, как вы понимаете, всяких СМИД у нас можно жевать одним местом, не переживать. И сегодня мы хотим провести... СМИДов много не бывает. СМИДов много не бывает, да. Но, тем не менее, мы сегодня не будем подробно останавливаться на каких-то конкретных моделях. А проведем такой большой обзор практически всей линейки воблеров СМИД, которые представлены в нашей стране. Ну и начнем, пожалуй, с мелких СМИДов. В этом деле у нас много преуспел Дима. Начнем мы, как Кирилл сказал, с мелких. Почему? Дело тут даже не в размере воблера, а если, вот скажем, среднестатистического российского воблеромана, любителя ловли на воблера, спросить, с чем ассоциируется у него название компании СМИД, я больше чем уверен, абсолютное большинство скажет одно единственное слово. Камеон. Так вот, начнем именно с камеонами. Это приманка, да, вот он родоначальник, камеон, эсэр. Размеры и заглубления какие у них? Значит, это самый маленький камеончик. Мы, сразу скажу, у нас шпаргалочки, но не запомним мы не роботы. Вот. 32 мм размер и 2,5 грамма весом. Ныряет он до полуметра, как заявляет производитель. Дело в том, что этот воблер, не побоюсь сказать, стал уже легендой и на российских просторах, прежде всего по ловле головля, но также окунь, щука, другие наши кищники его абсолютно не пропускают. Для меня этот воблер стал абсолютно уникальный в том смысле, что это единственный воблер, на который я смог поймать подряд несколько штук густерин. Вы не поверите, я сам был в шоке, по-честному, в рот. Причем, не одна какая-то случайная, какая-то забагревшаяся или еще что-то. А именно они атаковали этот воблер, и вот я три штучки, по-моему, смог вынуть. И еще один или два, Серега Доброжукова мы тогда были. Расскажи, пожалуйста, какой ряд камеонов. Что значит камеоны, как и многие другие модели Смита, не являются какой-то единожды моделью. Это целое семейство воблеров камеонов. Вот я уже сказал, есть камеоны СР в таком же размере, тоже 32 миллиметра. Есть камеон ДР. СР это шеллоу-ранер? Да, он до полуметра. ДР ныряет уже, как заявляется производителем, до полутора метров. Вот с этим воблером конкретно у меня связано тоже воспоминание такое, достаточно сильное. Когда я на него поймал щуку на 2 килограмма, в руках у меня была палка Смитовская. Форза с верхним тестом 3,5 грамма. Вот это был огонь. Дальше. Из этой же серии идет у нас камеон ДР Катьюн. Какой? ДР Катьюн. Катьюн? Да, Катьюн. Он отличается от обыкновенного камеона ДР. Ну, во-первых, крючки, да, динарники стоят. Но нет, принципиальное отличие, вот это на хлопочечке, значит, металлическое. Это ты сам клеил? Нет, это я не сам клеил. Давай покажем, что мы имеем в виду. Вот, если вам видно, сейчас, может, камера... Надо было не черный взять. Да, у него здесь такая клика. Дело в том, что производитель заявляет о том, что вольфрамы шарики, которые катаются внутри тела приманки, при ударе о другой материал, то есть не только о пластик, да, но и о металлическую вот эту часть, создают интересные для рыбы колебания. Вот, не знаю, со стороны рыбы так нет, но воблер, безусловно, прекрасно ловит, особенно на течение. Вот, дальше идет более крупный размер, да, это камеон Magnum, он идет в СССР, да, шелуральный, и СССР, который еще мельче идет. Значит, Magnum, они имеют размер 36 миллиметров и весом 3,1 и 3,3 грамма, соответственно. В общем, маленькие воблерочки, да, у нас хорошо галавль, да, я думаю. Прекрасно галавль ловится. Вот, дальше идет самый глубоководный из камеонов, это Magnum Dredge. Вот, с такой вот квадратной лопаткой, он способен заныривать, ну, если его достаточно далеко сплавить, до 3 метров. Очень часто выручает на ямах по головлю, вот, лично у меня с ним очень нравится. Да, камеоны, они все по ловушке. Ну, и, наконец, самый крупный представитель, это Супер Камеон СССР. Другие модификации, вот, если честно, не знаю, есть, нет, Камеон СССР, самый крупный. 42 миллиметра, 5,2 грамма, с заныриванием до 80 сантиметров. Поехали дальше, давай, что там надо? Дальше у нас, давай с панишами, да, наверное? Ну, давай с панишами, давай с панишами. Паниши отличные, отличные воблеры, на них клет самый разнообразный. Классический миноу, паниш, классический миноу, изначально был известен только вот этот, вот, вот эта моделька, это в 70 размере, в плавающем варианте. Но, со временем, линейка паниши была очень существенно расширена. Да, скажи, какая, что сейчас, какие сейчас паниши присутствуют у Смита в линейке, вот и до. Самый маленький паниш, 55 плавающий, да? Линейка, да? Прекрасный, вообще, про всех паниши можно сказать, что прекрасные ловят, я вот, если честно, их, вот, у меня, они с цирки, сравнить, вот, с более, там, известными, если на просторах интернета, то, Риджи. Вот, Риджи тоже есть, там, 48, там, да, 70, 90. Нет, отлично, у меня 60 какой-то, какой-то, как он, а, 60. Паниши прекрасный ловят. Офигительно, он у меня, очень мне нравится. Особенно, причем, это, белые рыбы тоже очень любят, красноперка прекрасно на нее реагирует. Вот, дальше у нас, да, есть вот такая интересная моделька, паниш 70F Aria, с приставкой Aria, да? Ну, то есть, закрытых, ну, подразумевает, скорее всего, ловля форели на закрытых водоемах. На платниках, да. Да, вот, он более легкий и, видимо, и обладает какой-то своеобразной игрой. Далее идет, значит, паниш в размере 85 миллиметров. Здесь уже играется не только размером производитель, но и плавучестью. Есть плавающий и суспендер. Вот. И есть паниши с приставкой DD, то есть, дайвер, да, глубоко ныряющий. Вот, 80 размер, причем, вот это вот тонущий, да, это вот суспендер 80. Ныряют они где-то в районе вот 2,2 метра. Даже припишется на брюшке, очень удобно. И в прошлом, насколько я знаю, году появился, вот, лично для меня достаточно долгождан, еще не успел, я с ним долго познакомился поближе в этом сезоне, вот, в планах. Это DD Punch 95. Как производитель заявляет, он почти на 3 метра, 2,7 метра будет заглубляться. Вот, то есть, прекрасно, про любой воблер. У меня плавучесть какая? Это плавающий. Плавающий эвка. Интересно. Да, надо будет попробовать, в том числе, и по ночному судаку. Вот, ну, коли уж мы решили поговорить о «Минохах» классических, здесь опять же, классикой, тоже самым известным смитским воблером является, безусловно, джип. Родоначальник, вот он, 90-й джип. вот но тоже легенды стал про него море инфы но скажу честно мое мнение мне не всегда он не всегда дело даже не в этом воблер может он ловит всегда во-первых собирает мелочь всю вообще но очень требует очень требуется к проводке очень нежно надо с ним работать чуть что вот порезче еще что-то сразу как ну неадекватного начинает себя вести хотя ловит прекрасно но вот именно из-за этих вот нежностей вот я вот не могу с 1 новичкам посоветовать во-первых я уже по поводу 90 соглашусь что они стали ну не то что не стабили он своеобразный очень дай ему приспосаблюсь на дне для обычного да вот в этом я не могу сказать что он крут он может быть неплохо играет но к нему все время не то что прилагать руки надо следить всегда но за и расслабишься любит заморочек другое дело например фирма смит пошла навстречу создала 110 джипов ну в плавающей версии мне больше всего плавающей версии есть еще версии суспендер в 2012 году был дебют с первых же забросов я влюбился в этот воблер и вот он настолько разловлен обловлен его уже кидать неинтересно если честно ловит всегда все везде забирает разрывает все просто и прекрасный летун то есть вот этот вот причем и новичок пожалуйста он не абсолютно нетреблен к проводке может резко дерзить на разных проводках ловит я если говорить про эвку то я много на своем канале рассказывал про 110 джип еще буду рассказывать обязательно причем довольно скоро я еще одну сниму видео где также я не упомяну просто хочу сказать да а ну как бы не уникальный что ли с воблера он вот настолько рабочий да просто когда у меня в коробке появился 110 джип в версии многие воблеры вот в этом размере я даже просто перестал брать вот раньше у меня на поэтому его минус больше ничего доставать не на раньше у меня например был любимый ну практически в этом же среде то есть мегабасовский fx 9.9 но в чем-то они похожи согласен на игре вот я оторвал более нюансы стоит 110 это за 9.9 я больше не купил потому что в тех же местах где ловил мегабасом 9.9 джип у меня выкашил вообще все живое можно он за счет гораздо более амплитудной игре собирает больше мне кажется еще как бы одна его достоинство большое да что во первых он не пробка он всплывает достаточно средний да и за счет дозированных усилий и можно работать как по окровенному мелководью там ну там до полуметра да так и по свалам например полутора метра щука по крайней мере занимается выходит вообще совершенно спокойно и вот в этом также кстати у меня на него жерех на 10 метров глубине я кидал под коряжку да и он у меня классный в общем воблер суперский вот например все когда спрашивают что взять потому что все вроде как привыкли у нас с пм и ну и ну братья спешки да все боят но многие боятся воблеров я всегда говорю ребята когда речь идет о 110 джипе берите f ибо да нет реально тоже нормально но он нормальный да у него хорошая игра но таких как он понимаешь я могу себя найти в коробке еще там несколько штук ну с похожими характеристиками понимаешь с похожими глайдами а вот именно f к она уникальна она да то что действительно большим горизонтом можно работать там буквально 10 сантиметров воды есть все он пойдет хочешь обловить чуть какой-то свальчик там поближе к мелководию вообще не пора чуть интенсивнее его лучше по нему отдельного да остановимся потому что это не оговаривание 110 джип это в версии ф это сказка давай что там дальше давай так нет давай да кстати вот что касается о кренка мы поговорили до камеонах но также фирма смит предлагает рыболовам я вот это уже два года как ярый любитель дип кренкинга да то есть кренки которые на больших глубинах 3 метра глубже ловлю вот у фирмы смит есть такая серия депти до называется да который состоит из четырех моделей все они плавающие значит депти до 123 но один она вода классификации и самый большой депти до макс вот максимум а значит эти депти до ныряет они соответственно глубина 18 два с половиной 3 2 метра короче депти до это два с половиной метра у него кстати приняла двоечка да у них спишется на пусть я заглубление вот депти до номер два это 20 метр заглубление депти до номер 332 заглубление максимально 4,5 метра но производитель заявляет что при достаточно большом сплаве я так понимаю тройку не знаю тройку меня не ловлю его можно чуть ли не до 7 метров загнать такую большую глубину не получалось 4 нет может быть 5 на сильном течении на тонком шнуре но прекрасно собирает рыбу с ям с 6 7 метров рыбы прекрасно поднимается жерек судак ловил я на него он в моих любимчиках вот именно максимальная давно наравне с моими любимцами deep x 150 300 от мегабаса вот ловит нисколько не хуже чуть похуже летит но можно сплавить зато абсолютно стабильная игра на течение 8 собственно очень нравится все прямо хороший рабочий крэнк да потому что смиты они в принципе но не то что заточены новые также активно применяется в бурных реках в городе на дальнем востоке но и там в японии в общем там где вода течет очень быстро и активно и кстати что еще хочу сказать про второе и третье ноги у них есть как бы одна такая особенность которая нравится во первых несмотря на то что у него заглубление там три с половиной метра в принципе можно ловить средними палками даже легкими вот например он весит 8 грамм и номер три тоже весит 8 грамм а при этом разница у них заглубление достаточно разные какая-нибудь там такая палочка грамм там до 18 до 15 вполне неплохо с ними сравняется плюс у них вот такой вот в отличие от конкурентов прогонистая вытянутое тело но я кажется рассказывал где-то про них у всех не понял канале в общем классный воблеры за счет такого прогонистой формы они хорошо держат струю кстати вот двойка она собирает практически все и крупняк и маляк и окунь и щуку много я на нее ловил в общем хорошая такая линеечка окей знаете да раз уж мы про глубинную ловлю начали вот я знаю ты являешься нет подожди ты являешься поклонником ловли на ратлины и таки да есть что тебе предложили ну да есть у смита две вот модель которые которыми я пользовался да прекрасно ловит это вот бэйблю как бэйблю в размере 9 сантиметров а их три модификации он через семерочку на этот есть как он про 14 грамм это вот 9 сантиметровый 21 грамм и есть еще 9 сантиметровый hard sinking с приставочка которые есть унцию 28 грамм прекрасно работает на течение шумный нет нет он не шумный прекрасно собирает судак ну что я судака же и холла и окуни ног и немного него буквально там нам несколько голов поймал у меня вот этот есть трабл мейкер такой был мейкер еще 8 грамм весит даже упору он тоже тихий такой и его особенность у него один двойник загнутый по направлению движения они видишь есть трех модификации плавающий суспендер суспендер у меня тонущий вот 6 7 и 9 грамм соответственно не скажу что я много ему уделял времени вот он обловлен но пока вот что-то вот сказать про него такое к сожалению могу но безусловно рабочий воблерок с конец нормально ратлин ратлин он по его можно использовать по зарослям по небольшой воде потому что вот этот единственный вода крючочек он очень плохо отшибает всякие препятствия да зацепь хорошо проходит полтора там метра погонять его также на легкой снасти никаких проблем